Яркие выступления, блестящие костюмы и отличная подготовка участников. В спортивном комплексе МГИМО прошли всероссийские соревнования по спортивной акробатике – Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе. Мы решили, что надо объединяться и делать сильнейшие турниры. На данный момент у нас присутствует пять стран – это Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Армения. И все ребята – это представители своих национальных сборных. Соревнования посвящены памяти прославленного тренера Владимира Гургенидзе, который внес большой вклад в развитие спортивной акробатики в Московской области. В таком массовом международном формате турнир состоялся впервые. У нас сегодня балансовые упражнения. Спортсмены выполняют одно упражнение, которое без отрыва, друг от дружки, то есть это все в балансе. Соревнования проводятся в четвертый раз уже у нас. Юлия и Варвара из спортшколы Старого городка поразили жюри своей легкостью, силой и гибкостью. Для достижения высокого результата юные спортсменки тренировались почти каждый день. Встали в состав в конце августа, сразу стали готовиться, выступали на первенстве мира. Потом вот недавно было первенство России в Ярославле. Прошло буквально полтора недели. Мы готовились, после соревнований сразу же стали готовиться и сейчас выступаем здесь. За звание лучших боролись более 330 участников из 17 регионов. Воронеж представила четверка спортсменов. В таком составе ребята выступают уже второй год. Готовились к этим соревнованиям, так же, как и России, можно сказать, потому что через неделю после России уже мы приехали сюда. Не успели остыть, так сказать. Выступали на таком же уровне. Все основные места среди мастеров завоевали команды из спортшколы Старого городка, а также из Краснодара, Белоруссии и Казахстана. 2 и 3 мая на детском турнире среди победителей оказались в основном участники из Одинцова. Организаторы отметили, что соревнования для ребят – еще одна ступень на их большом спортивном пути.